Всем привет! У нас летняя вылазка за Хариусом. Такая чисто хариузовая вылазка. Забрались в верховья, они такие глухие, непосещаемые. Здесь нет практически подъездов и мы пройдем этот участок на покрафтах. Сейчас забросились в самое верховье, здесь наверное километров 30 реки от истока и 20 километров за два дня мы спустимся вниз, если получится конечно, потому что воды очень мало, скорее всего будут завалы. Как я уже сказал, этот участок реки он предположительно очень глухой. Не факт, что рыбы много осталось в реке, в этом году очень сухой год, прошлый был тоже сухой, болота все высохли, поэтому воды раза в два меньше, чем обычно. Но какая-то рыба должна остаться, поэтому что-то мы в любом случае поймаем. У нас в этот раз четверо, три покрафта будет и одна лодка небольшая. Так, это моя точила. Здравствуйте. Вот столько всего воды. Сегодня обещают жару можно сказать, поэтому я даже вейдерсы не стал одевать. Пойду в броднях. А к вечеру может быть дождик. Даже не может быть, а скорее точно будет. Отправляемся. Вот так вот будем двигаться от переката до переката. А когда-то, надеюсь, будем даже ловить. Парковка. Один съедобный попался, да? Два. Два уже? Первые выводы такие. Очень узкая речка. Места, стоянки такие очень сильно локальные, поэтому нахлыстом к нему не подобраться. Блесну тоже тяжело, но он реагирует похуже. Поэтому сейчас разберу обычную удочку и буду подсовывать муху прям под коряжки. Вот такой способ, наверное, тут будет работать. Вот. В целом Хариус реки есть. Одного видел явно такого товарного, грамм, наверное, 300-400. Вышел за блесной, долбанул ее, но не попался. Вот. Поэтому сейчас немножко переобуемся на более подходящую снасть для этих условий. Складываю на хвост. Легенькая, легенькая, легенькая удочка. Прям вообще. Вот здесь вот его много. Но ничем другим, кроме удочки, вот так не подсунуть. О, вон уж. Такая толпа за этим. За мухой. Во. Есть. Третий уже с одной точки. Бегает за этой. В очках хорошо видно. Толпами бегает. за мухой. Вот здесь яма дикая. Не знаю, сколько здесь метров глубины, но очень много. Речка-то маленькая. Но яма... Я вот думаю, метр четыре есть. Ну и одна не вижу. Да. Два метра, два-три видно, но здесь вообще глубина. Тут только вот можно вот так вот, прям под корешок туда он. Больше никак. Распугал здесь все. Ушел вот здесь хороший. Сейчас он на выходе еще. Ох ты, есть. А, мелкие. Пикник на обочине этой дикой реки. Вот тут у нас чай. О, я что-то дофига сыпал. Ну вот поели. Теперь можно и половить. Завалы пошли. Перекат. Перекат. Перекат и чё? Ничего. И ничего? Да, вот, конечно, клапана. Покажи блесну. Сейчас. Чёрный. Ловчая. Ловчая блесна. Ну-ка. Это единичка лонга. Ой, нулевка, но лонга. Даже, мне кажется, она не... Чёрная. Хотя на неё всё, да, было поймано? На неё всё поймано было. И вот такая же только жёлтая. О, какой мощный сливчик. По-любому сейчас здесь поймаю. Здесь уже можно нахвост использовать. О, прыгает. О, прыгает. О, прыгает. О, прыгает. О, прыгает. О. прыгает. Охари узился. Ну, я отпустил всех. Молодцы. Одного взял? Нет. Всех отпустил. Двух. Ну ты настоящая Графа Сумберг. сейчас обед около трех часов и видно что активность хариуса подупала ловится только не крупный мелкий но и не очень так хотя это делает поэтому наверное сейчас будем максимально проходить участок на веслах чтобы к вечеру уже встать и половить более целенаправленно громыхает со всех сторон где-то наверное полчасика максимум речка прям несмотря на то что очень маленькая целом проходим и я думал будет хуже я думал будет мелко будут завалы завалы есть мелко есть но большую часть можно проходить наверх вот это тут тученция это девочка как зовут я греша будет смотрит . сюда идет резко потемнело пойдет дождь надо одевать видерсы дождевик все такое даже дождь красиво идет солнце вышло а он идет мы ждем чему мы должны заходить он ходит он же тоже должен искать он тоже есть пусть ходит наши блесны ищет на берегу нет я кидаю иногда главное не холоднее не становится дождь покапал и прошел мы снова бурлачим завальчики вот такие вот наполовину ямки это он в таких местах не хочет пока вечером может первый мощный завал по пути вот здесь река идет и когда-то промыло вот так а русло было вот сюда и дальше то есть вот этот галечная коса дальше старится сейчас мы решили не туда вот бурелом ломать а в старицу перенести лодки и по сути старится соединяется с руслом который выходит из-под завала здесь просто тяжело пройти а мы вот так ну там еще в одном месте надо будет перетащить это то место где завал протек вот этот завал светофор красный свет ждем давай связывание река стала широкая какое-то озеро течение нет что ребят нету еще вон видно вот он опа ну едовой дошли до точки стоянки прям туда куда и планировали со спутника было видно что здесь такая мощная коса точнее даже не одна одна здесь одна здесь галечник вот и было понятно что где-то это на полпути и поэтому удобное место для того чтобы становиться вот так вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Только, 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 только покушали, посидели и тут такая туча идет И это хорошо, в принципе Во-первых, пока не было дождя, все успели сделать Во-вторых, 9 часов, в принципе, если сейчас пойдет дождь, то можно ложиться спать А утром рано по-любому дождя не будет Во, какая фактуристая А вот и дождь Остатки утреннего тумана Вода чуть-чуть поднялась, что ли Солнышко вылезло Вроде должен вылезти и Хариус, и Трикаты Сейчас будем тестировать Отправляемся Так, выплыли, но выплыли поздно Поэтому у нас всего пару часов максимум на ловлю И остальное время на греблю Нам надо пройти 8 километров При этом река вроде выпрямляется, но все равно завалы Мелкие перекаты не исключены Поэтому идем оперативно 9.30 время В 11 нужно уже будет вставать на весло И до 12 маслать Такая вот красивая речка ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ Все, последний перекат, при котором ловили Последний участок реки спокойный Поэтому практически мелоем Ну и в целом сегодня после дождей Аппетита у него явно поубавилось Попадается некрупный, но очень реденько Если подвести итог, то ловился некрупный хариус Средний для этих мест Трофейного ничего мы не поймали Но отдохнули Красивая речка, без людей Повезло в целом с погодой Непаря даже на дожди Вот В этом году год, можно сказать, идеальный Ни насекомых нет Погоды хорошие Воды немного Поэтому все Все, все, все прошло замечательно Можно будет еще раз сюда съездить Где-нибудь В августе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok